В минувшую субботу на базе Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского состоялась городская военно-патриотическая игра «Призывник-2014». Самые сильные, ловкие и находчивые определялись среди учащихся и лицеистов города над Бугом. Традиционно организаторами состязаний выступили городской комитет БРСМ, отдел образования и отдел по делам молодежи Брестского горосполкома. Военно-патриотическая игра была приурочена ко Дню защитников Отечества. Мы уже порядка, наверное, шести лет проводим такую игру, военизированная игра. Призывник, который носит под собой основные фундаментальные основы того, что молодые люди все-таки это защитники Отечества в первую очередь, а не молодежные какие-то там рокеры, неформалы. Главными участниками соревнований являлись юноши, обучающиеся в старших классах. Именно они в ближайшее время станут защитниками Родины, одев военную форму и встав в армейский строй. Поэтому организаторы военно-патриотической игры «Призывник» своей главной задачей считают возможность подготовить молодых людей к службе в армии, развить в них моральные и физические качества, а также воспитать чувства патриотизма. Ну, уже не первый, уже третий раз. Мы там участвовали в 38-й бригаде у них на полигоне, с ОМОНом участвовали в соревнованиях, ну и тут вот, в пограничниках. Я вообще хочу стать офицером, меценантом. Вот, поэтому такое желание с детства. Вот, и поэтому часто в таких соревнованиях приучали себя. В соревнованиях приняли участие 184 представителя учебных заведений Бреста. Игра проходила в несколько этапов. Самые сильные представители команд демонстрировали свои навыки в поднимании гири, подтягивании на перекладине. Самые ловкие попробовали себя в сборке автомата Калашникова. Самые меткие соревновались в дарсе и стрельбе из винтовки. Организаторы уверены, что юноши, принявшие участие в состязаниях, станут достойными продолжателями славных воинских традиций пограничного города Бреста. Продолжение следует...